Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас в начале азбуку SkyWay, то есть это начальный вебинар для тех, кто только погружается в проект SkyWay. Но затем уже перейдем на расширенную часть вебинара. Это вторая часть, она будет также проходить в этой комнате. И для того, чтобы понимать, сколько у нас сегодня присутствует людей, кто только недавно услышал о проекте SkyWay, пожалуйста, проголосуйте на опросник. То есть это нам необходимо знать для того, чтобы понимать, каким образом выстраивать вебинар. Кто-то 20 и более попросили ввести статистику, и на самом деле это очень приятно, что люди ходят и на вводную часть, потому что каждый раз мы ее рассказываем несколько по-новому. И я, и Сергей Анатольевич, мы не можем говорить по дно и то же, но скоро появится автовебинар, где мы с теми же эмоциями, с которыми мы ведем наши вебинары. То есть это будет не, так скажем, чтение по тексту, который мы сами же составим. Это будет эмоциональный такой, именно выверенный, идеальный, мы бы сказали, вводный вебинар. И он будет записан на студии в первой половине 2017 года. Мы планируем это сделать. И, естественно, этот инструмент будет переводиться уже на все языки, которые у нас используются при продвижении нашего проекта, потому что уже фактически более чем в 180 странах мира представлен проект Skyway. Естественно, в некоторых из стран может быть по одному, по два инвестора. Некоторые страны, честно признаемся, мы даже забыли, что такие страны существуют, потому что достаточно редкие названия. И это не мудрено, потому что технология Skyway, как мы и говорили ранее, необходима более чем 99% населения земного шара. И это действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет. Поэтому мы декларируем то, что интерес к этой технологии будет повышаться все больше и больше. Даже не с каждым годом, а с каждым месяцем, потому что сейчас на тех этапах, на той стадии, на которой мы находимся, самое время говорить о проекте Skyway, популяризировать проект Skyway и приводить аргументы действительно мощные и действительно самое главное реальные существующие факты по развитию нашего проекта. Эти аргументы мы не могли привести, допустим, 16 лет назад, и я вообще тогда о проекте даже и не слышал абсолютно, занимался несколько другими вещами. И Сергей Анатольевич тогда только начал развивать проект более 16 лет назад. И по праву можно сказать, что Сергей Анатольевич внес огромнейший вклад в развитие проекта Skyway. Несмотря на все предложения возглавить в том числе и министерство Российской Федерации, Сергей Анатольевич как именно капля, которая точит камень, бил в одну цель и до сих пор продолжает бить и развивает проект Skyway. И, собственно, вот мы все ученики на вебинарах Анатолия Эдуардовича Юницкого выросли и Сергей Анатольевич Сибирякова. Далеко не сразу мы ввели таким образом вебинары. Это могу сказать о всех спикерах, которые сейчас вообще на информационном поле Skyway действуют и рассказывают на какие-то либо тематики. Это результат, это результат именно обучения через инженерную школу Юницкого, через вебинарную школу Сибирякова, как именно спикеры. И ранее, три года назад, я могу сказать, что о технологии Skyway, таким образом, как сегодня многие рассказывают, да и я, в принципе, мы не могли рассказывать, потому что это совершенно новая технология, инновационный транспорт, который изменит нашу реальность, изменит наш мир так же, как когда-то изменил интернет. И это аргумент, с которым невозможно поспорить, так скажем, аксиома. И если интернет являлся основой именно кремниевых технологий и свойства кремния, то вообще Skyway будет являться основой нового технологического уклада и появится, следуя уже за сетью интернет. Интернет станет в виде настройки уже, сеть Transnet. Этот термин придумал Сергей Анатольевич Сибиряков, и он родился не просто так, потому что в первую очередь Transnet – это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная, даже мы позиционируем, что возможно будет финансовая сеть. То есть это фактически вся сеть, которая необходима для формирования нормальной жизнедеятельности, комфортного проживания человека на любой территории. И фактически это основы экономического развития вообще каждой страны. И если говорить про потенциал сети Transnet и естественно технологии Skyway, то скажем одним словом, он огромен, он колоссален, он большой. И соответственно Skyway – это та технология, которую сегодня ожидает в мегаполисах, так как проблема пробок, ожидает в горнодобывающей промышленности, так как множество месторождений не освоено и на севере России множество мест не просто не освоено, туда никак не добраться, потому что очень дорого строить дороги. И вот я всегда вспоминаю, каким образом осваивался Урал, там где я живу, то есть недалеко от гор. И колоссальные затраты неслись на взрывание горных пород, чтобы проложить обычную дорогу, на которой происходят сейчас многочисленные аварии. И по количеству аварий, собственно, можно сравнить даже с войнами то количество людей, которые погибают, которые имеют какие-то увечья в транспортных авариях. И если кто-то говорит сейчас, что беспилотники решат эту проблему, мы можем с этим поспорить. Но беспилотники, беспилотные автомобили, которые сейчас являются в тренде, о которых говорит весь мир, в которые вкладываются миллиарды долларов крупнейшими корпорациями. Это как Google, это как Nvidia, это как Microsoft, Apple даже пытались вкладывать в это направление. Но мы позиционируем, что это как промежуточный этап, промежуточный этап между современным транспортом, современным автомобилем, пускай даже супер технологичным, супер инновационным и с различными техническими мощными характеристиками. Как вот я буду сегодня говорить уже не про Bugatti Viron, а про Bugatti Chiron. Потому что в 2017 году появится этот автомобиль с огромной стоимостью. Но мы будем сравнивать именно аэродинамику подвижного состава нашего скоростного с этим автомобилем. Но до этого еще обязательно дойдем. Мы неспроста проводим до сих пор вебинары вводные, потому что мы их будем продолжать проводить при любых условиях, каких бы мы в странах на переговорах не находились, Сергеем Анатольевичем. Потому что действительно есть такое понятие, как не только транспортная, энергетическая, коммуникационная сеть, то есть сеть Transnet, но и инвестпроводящая система, то есть социальная сеть людей, которые инвестируют на сегодняшний день в проект Skyway. И этот способ был применен не просто так, потому что попытки вообще зафинансировать проекты, технологию Skyway. Они длятся и вообще создание, этапы создания технологии длятся уже с конца 70-х годов. Тогда появились первые концепты даже юнибайков, которые мы уже увидели в демонстрации перед вебинаром. Я думаю, что все посмотрели, каким образом действительно заканчивался уже 2016 год. И какое важное событие произошло. Это первый технический прогон нашего первого типа транспортного средства Skyway. Но Анатолий Эдуардович задумал еще эту одна-двухместную, трехместную капсулу, перемещающуюся на высоких скоростях до 150 км в час еще в конце 70-х годов. И высокоскоростной транспорт, и даже транспорт в вакуумной трубе, о котором сейчас говорит американский миллиардер Илон Маск, это также было ранее придумано Анатолием Эдуардовичем еще в 80-х годах. И более того, еще более серьезное, общепланетного вообще значение инженерное сооружение было представлено на международной конференции по неракетной индустриализации космоса. То есть это концепция общепланетного транспортного средства. Это веха, так скажем, высшая на сегодняшний день вообще технологии Skyway. И позволит это изобретение вывести промышленность в открытый космос, бороться с изменением климата и перемещать вообще груз с Земли в ближний космос и обратно со стоимостью примерно 1 доллар за 1 килограмм. На сегодняшний день это десятки и сотни тысяч долларов за 1 килограмм как минимум. И если говорить про вообще способность перевозки грузов обычной современной ракеты, то Анатолий Эдуардович приводил статистику и сравнивал ракету еще во время бывшего Советского Союза, эпохи бывшего Советского Союза, что ракета может переместить грузов в космос примерно столько же, сколько обычная телега с обычной лошадью. Естественно, на тот момент, когда космонавтика развивалась и когда все думали о запуске летательных аппаратов в космос, в индустрии космической, это встречало некое непонимание и на тот момент время технологии SkyWay именно в виде ОТС общепланетного транспортного средства не пришло. Ну и, собственно, я могу сказать, уже смотря вот на эту ретроспективу и смотря на развитие технологии SkyWay еще до метода народного финансирования и до развития с помощью краудинвестинга общения с крупными чиновниками, олигархами, различными государственными деятелями различного совершенно уровня, все заканчивалось одним и тем же, что либо я хочу обладать всем и сам инженер Юницкий будет мало чем обладать, то есть мы заплатим, мы можем оказать финансирование, но вы будете ни с чем. Естественно, на это инженер Юницкий не мог пойти, поэтому различные способы предпринимались, но самый такой результативный был первый способ попытки финансирования технологии SkyWay. Это знакомство с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, с Лебедем Александром Ивановичем, когда тот услышал, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации в 4-5 раз менее чем за 5 лет, каким образом можно освоить труднодоступные горные месторождения, каким образом можно совершить прорыв вообще технологический и оказаться далеко впереди среди мощных экономических держав, сверхдержав оказаться и не перейти в тут стагнацию, в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, завися полностью от стоимости на нефть. И сегодня рубль стоит столько, сколько он стоит, именно потому что нефть сейчас не упала на такие вот крайние показатели. Но мы это видели в прошлом году и помним, как это ударило по экономике Российской Федерации и по нашей с вами жизни. Вот на тот момент, приняв технологию SkyWay и был очень мощный лоббист, к сожалению, был этот человек трагически погиб, но память SkyWay-овцев и память проекта SkyWay, инженера Юницкого Сергея Анатольевича Сибирякова, Надежды Косаревой постанется всегда об Александре Ивановиче Лебеде и ни один адресный проект еще будет назван в честь этого действительно очень волевого и уважаемого человека, который имел все шансы на победу также в высших избирательных гонках, на высшие руководящие посты Российской Федерации. И также у нас был очень мощный сподвижник, почему был, он и есть, это Морозов Сергей Иванович, губернатор Красноярск, Ульяновской области на тот момент и на сегодняшний момент, что самое интересное также. Он представил технологию SkyWay в виде презентации Дмитрию Анатольевичу Медведеву в 2009 году, когда уже, соответственно, необходимо было предпринимать конкретные шаги и создавать какую-то стратегию. Вот в качестве спецстратегии был предложен проект SkyWay, совершить опять же технологический прорыв, технологический рывок, русский прорыв, как мы называем. Но было не то, что встречено неприятие какое-то, была встречена реакция, что финансировать никто не будет. И это самый главный аргумент, который всегда тормозил технологию. Дмитрий Анатольевич на тот момент сказал, что финансирование найдете, пожалуйста, развивайте, никто не будет мешать, все будут только помогать. Но были оппоненты и неизвестными лицами по неустановленным причинам данный тестовый участок в городе Озеры был уничтожен и увезен в неизвестном направлении. Вот только ЗИЛ недавно нашли и по праву он, естественно, будет перемещен уже на территорию существующего тестового сертификационного демонстрационного участка в городе Марьиногорка Минской области Республики Беларусь. И после 2009 года, 2010 годов уже были предприняты попытки в том числе развития, как потом выяснилось, недавно добросовестными достаточно партнерами. И это были крайние уже капли на чаше весов, которая перевесила в пользу решения, что нужно создавать некий другой способ народного финансирования. И этот способ был использован в 2013 году. Анатолий Эдуардович, являясь инженером, техническим специалистом наивысочайшего уровня, рассчитал схему, так же, как он рассчитывает всю технологию, и создал действительно, вот как мы сейчас видим, абсолютно устойчивую финансовую, юридическую систему и схему народного финансирования. Если говорить уже интернациональным языком, то это краудинвестинг. И попомните наши слова, что эту схему будут использовать на самом деле и далее и копировать, не побоюсь этого слова, крупнейшие корпорации, потому что это единственно правильная схема развития тех технологий, которые на сегодняшний день по какой-то причине, несмотря на то, что имеют огромный потенциал и огромную будущую капитализацию, огромное применение, огромный рынок, но по какой-то причине они недооценены. И, естественно, когда начинает большое количество людей поддерживать технологию и голосовать уже за стоятельность и возможную реализацию технологии своим рублем, но не просто так, как, допустим, в краудфандинге, мы инвестируем и получаем максимум какой-то образец продукта. Если, к примеру, это очки виртуальной реальности, мы видели этот пример, если это какой-то, допустим, электроскутер, но здесь все обстоит более серьезно, это уже идет речь о совладении и действительно человек становится обладателем серьезного актива. части интеллектуальной собственности, которая будет уже после получения прибыли от всех проектов, которые будут свершаться с помощью технологии Skyway, будет получать прибыль. Естественно, по тому пакету обязательств, которые на сегодняшний день являются обязательствами, но как только заработают адресные проекты и пойдет первая прибыль, то эти обязательства приобретут реальные котировки, реальную стоимость и превратятся уже в реальные, имеющие ценность акции. На сегодняшний день это проект венчурный, несмотря на те этапы, которые мы уже прошли. И вот легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт, который вы видите на слайде. Это замечательный, действительно грациозный и, как я называю, мускулистый, физически выносливый, потому что это основа фитнеса будущего. Данное транспортное средство было продемонстрировано уже 28 ноября 2016 года. И сейчас уже постоянно происходят технические испытания, испытания в движении, усовершенствование данной технологии и подготовка уже к испытанию движения городского пассажирского транспорта к лету, то есть к экофесту. И далее уже грузовой транспорт. Ну и, естественно, также параллельно ведется работа по высокоскоростному направлению. Это направление, которое сформирует на сегодняшний день по прогнозам максимальную прибыль проекта SkyWay. Ну и то направление, которое мы вам показали, легкий прогулочный транспорт. Сугубо, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, как именно прикладных футурологов, мы считаем, что легкий прогулочный транспорт SkyWay будет использоваться примерно, как сегодня используется смартфон. То есть наиболее так же часто, наиболее так же, не побоюсь этого слова, модно. И есть такой слоган Apple, что мы делаем деньги на понтах молодежи. Мы не будем делать деньги на понтах кого-либо. И мы будем зарабатывать даже не столько с помощью проезда, сколько с сопутствующих услуг. Как сегодня, допустим, можно привести пример Skype. Минимальная стоимость за подписку, если вам необходимо звонить на мобильные стационарные телефоны в другие страны и в другие города, чем вы проживаете сегодня. И у нас также вообще стоимость проезда пассажира будет стремиться к нулю. И для обычного пользователя сети Transnet действительно стоимость проезда будет становиться все дешевле и дешевле. И окупация за счет тех адресных проектов грузового направления, которые будут внедряться. И за счет создания новой энергетики, по которой будет генерировать инфраструктура Skyway. И, естественно, за счет создания тех многочисленных услуг, тех многочисленных транспортных, как мы называем, приложений TransApp. И, соответственно, сегодня мы видим такое же сравнение можно привести в мобильной сфере, когда мы не просто пользуемся нашим мобильным телефоном, чтобы позвонить. Мы пользуемся массой приложений. И невозможно себе представить сегодня даже самый слабый телефон, чтобы в нем не было камеры, чтобы в нем не было диктофона. А раньше, соответственно, это все разграничивалось по отдельным устройствам. И та индустрия, которая совмещает действительно технологии на сегодняшний день наиболее популярной, наиболее востребованной в одном устройстве, она является самой высококапитализируемой среди вот этих технологий. Мы называем эту концепцию уже как мобильное персональное пространство, то есть Mobile Personal Space. И как раз таки технология SkyWay, транспортные средства SkyWay, они будут являться этим мобильным пространством. Какое-то транспортное средство будет являться мобильным публичным пространством, то есть общественным. Какое-то будет индивидуальным, как Unibike, например. Ну и, соответственно, все запросы от пользователей, как смартфонов, так и необходимости и требования по использованию энергии, по энергетике, так и по коммуникациям, по связи и по другим сопутствующим направлениям. Все это будет соединено внутри нашего транспортного средства. Ну и задайте себе сами вопрос, насколько прибыльным это будет направление. На данном слайде вы видите Bugatti Viron, я обязательно поменяю на следующий вебинар, либо следующий вебинар у нас, возможно, будет в поездке, но через вебинар точно поменяю. Сейчас уже нужно менять на Bugatti Chiron, потому что Bugatti Chiron будет иметь коэффициент динамического сопротивления и скорость. Мировой рекорд собирается установить представители данной компании 450-460 км в час, коэффициент динамического сопротивления 0,35. Ну и если говорить про ту мощность, про те затраты топлива, то они не идут ни в какое сравнение с затратами топлива, допустим, 100 грамм на пассажира с юнилетом и с тем коэффициентом аэродинамического сопротивления, который в десятки раз более эффективный, чем сегодняшний суперсовременный и наиболее технологичный, наиболее хай-течный спорткар. И если говорить про затраты топлива, допустим, юнибайка, то это вообще 0,35 литров на 100 километров. И такие затраты топлива немыслимы сегодня в сегодняшнем мире, сегодняшних современных дорог, сегодняшних современных автомобилей абсолютно. И та индустрия, которую порождает технология Skyway, это действительно значительная экономия как топлива при эксплуатации, так и энергии. И не просто экономия энергии, но и генерация, и аккумулирование энергии, и возможность использования на те нужды, которые нужно использовать в современных близлежащих городах, которые будут располагаться вблизи сети Transnet. И также, естественно, для обеспечения жизнедеятельности нормальной внутри подвижного состава, ну и вообще вот внутри путевой структуры Skyway будут находиться силовые кабели, через них будет протекать электричество, энергия, и не будет никаких проблем подзарядить телефон. Вот эти вот бытовые проблемы, с которыми мы сталкиваемся действительно в поездках в поезде, на том же Сапсане, на той же Ласточке, Санкт-Петербург, Москва, я не говорю про самолеты, там в основном нельзя пользоваться Wi-Fi, и те компании, которые разрешают пользоваться интернетом, они значительно рискуют, потому что данные частоты полос могут, соответственно, нарушить в один прекрасный момент именно нормальный полет, и может произойти авария. Но, тем не менее, ради комфорта пассажиров многие компании идут на такую жертву. Почему же называется струна? Многие задают этот вопрос в самом начале, и самым главным ответом на этот вопрос является то, что это также вот растянутая, закрепленная на концах чего-либо конструкция. То есть, если сравнить с гитарной струной, если мы ее чуть-чуть ослабим, то никакого звука такого яркого мы не получим. И здесь, если будет ослабленная конструкция, то никакой идеально ровной, гладкой поверхности пути и речи идти не сможет. И внутри находятся стальные проволоки, стальные пучки проволок. Разный диаметр там может быть от полутора до пяти миллиметров. Их много. Они закреплены, чтобы не болтались и так далее. То есть, в упорядоченном положении находятся. И далее всю эту конструкцию омоноличивает спецбетон. Спецбетон, причем это разработка на базе также зоострунной технологии. Наша личная разработка именно под технологией Skyway. И связано это с тем, что необходимо было создать спецбетон с максимальной текучестью, вязкостью и также быстрым схватыванием. С возможностью прокачки на большие расстояния до нескольких тысяч метров. На тот момент такого вида бетона не было, поэтому необходимо было создать ноу-хау на базе уже технической производственной базе зоострунной технологии. И далее ставится головка рельса. Головка рельса нетрадиционная, как и железнодорожные рельсы. И многие, которые видели видеорепортаж, спрашивали, а где же головка рельса. И вот та гладкая, сошлифованная, без сварных швов и стыков, действительно поверхность эта является головкой рельсы. Это также ноу-хау. И само колесо, стальное колесо, которое перемещается по стальному рельсу с максимальным КПД, то есть это 99%, это самое максимальное эффективное движение на сегодняшний день. Сравнивая, если с традиционным поездом на магнитной подушке, то это примерно в 4-6 раз более эффективное передвижение. И сравнивая с обычной пневмашиной, то это в десятки раз более эффективное передвижение. Ну и пневмашина может быть проткнута, соответственно мы можем встретить какие-то препятствия на дороге. Здесь же никаких препятствий как для жизнедеятельности человека, так и для выпаса скота, для занятия сельскохозяйством не может быть абсолютно, так как сам транспорт находится на втором уровне, на высоте 5 и выше метров над землей. Если очень захочется, можно расположить и на высоте метр над землей, если того потребует заказчик. То есть различные заказы на самом деле и рассматриваются, и будут рассматриваться. И уже более, наверное, 60 адресных проектов за предыдущие года были рассмотрены. Ну и если говорить ту историю, которая уже насчитывала за предыдущие более 39 лет развития технологии Skyway, то это вообще сотни и сотни адресных проектов. Но в будущем их будут тысячи и десятки тысяч. Сравнить это можно примерно как прокладка оптоволокна. Сегодня даже в деревне пришло оптоволокно и пришел интернет, высокоскоростной интернет. И также высокоскоростная транспортная сеть придет в каждый дом. Будь то это существующие мегаполисы, будь то это уже сеть линейных городов, новые города, которые также будут строиться с применением технологии Skyway. Но это все, дорогие друзья, замечательно. И можно слушать это долго и спорить, и приводить аргументы против и за также. Но это бы не имело никакого смысла, если бы не началось в 2015 году. То, что мы действительно очень сильно ожидали, это уже непосредственно строительство тестового участка. В июне 2015 года был заключен договор аренды земельного участка в городе Марина Горка. И, собственно, началось строительство экотехнопарка. То есть без этого мы являлись бы не просто венчурным проектом, мы являлись бы проектом, вводящим заблуждение людей и являющимся чем-то наподобие пирамиды. Сейчас никто не может нас сравнивать с подобными неприятными словами, я бы сказал. Потому что если в сентябре еще был вырыт первый котлован первой анкерной опоры, то уже в сентябре мы также продемонстрировали модель 1 к 10. В январе, соответственно, были установлены 19 промежуточных опор. 19 является уже в стальном исполнении для того, чтобы продемонстрировать возможность применения на любом типе рельефа, местности, поверхности земли, в климатических условиях, даже самых-самых суровых, действительно суровой зимы нашего крайнего севера, нашей с вами родины. И испытания и погода делала нам очень серьезные. То оттепель, то снова все застывает. И это серьезные испытания для самой технологии. Потому что вообще допуски и показатели технических характеристиков, лимиты технических характеристик закладываются максимальные, с огромным запасом. Чтобы не было никаких вопросов и, не дай бог, проблем с прохождением уже сертификации. В апреле у нас был Экофест. Первый Экофест. 1 июля 2017 года будет, соответственно, уже традиционный Экофест. И многие увидят то, что никогда в своей жизни не видели своими глазами. То есть это уже технология SkyWay в движении. Не просто Unibike, а уже Unibus. А уже грузовой транспорт. Это, кстати, то, что очень сильно ожидают наши сегодняшние уже существующие заказчики. То есть это и Индия, это и Вьетнам, это и Боливия, это и Колумбия, это и Эстония, это и Канада, это и США. Я могу перечислять много стран и, как сказал когда-то Анатолий Эдуардович, процитирую инженера Юницкого, что если вы раскрутите земной шар и просто тыкните наугад в любое место, вы не ошибетесь, потому что там также будет необходимость в технологии SkyWay, потому что струнный транспорт, транспорт второго уровня, это та инновация, которая будет распространяться по всему земному шару намного быстрее, чем это делал Интернет. Но если говорить про Интернет, дорогие друзья, то в принципе развитие Интернет также формировалось далеко не 5, не 7 лет. Это было десятилетие, то есть более 25 лет формировался Интернет его в первом обличии. Ну а в том обличии, в котором мы сейчас видим, соответственно, это прошли уже более 30 лет. И тот период 39 лет, уже скоро фактически будет 40 лет. Развитие технологии SkyWay это ничто по сравнению с созданием первых Боингов, то есть после 60 лет научных технических разработок и это был только первый полет. У нас же уже был продемонстрирован Юнибайк и уже формируется второе поколение Юнибайка, третье, четвертое поколение будет формироваться, потому что технология постоянно совершенствуется, постоянно она становится более умной и более интеллектуально, технологически выносливой. И если говорить про май, легкая прогулочная трасса у нас было запущено параллельное строительство, в июле началось запараллельное строительство уже и грузовой трассы. Было построено, было начато строительство второй анкерной опоры нашей первой трассы, высокоскоростной совмещенной с городской пассажирской. В сентябре уже на выставке и на транс мы продемонстрировали Юнибайк и Юнибус в масштабе 1 к 1. И очень символично это, дорогие друзья, потому что год назад мы продемонстрировали данные подвижные составы в масштабе 1 к 10. И, собственно, в следующем сентябре мы уже будем демонстрировать, я думаю, что в том числе и высокоскоростной подвижной состав. И при тех темпах финансирования, которые сегодня мы имеем, это не просто абсолютно реально, это запланировано и так оно и будет. Ну и уже приближаясь к нашей сегодняшней дате, то есть к началу 2017 года, я могу сказать, что та ретроспектива, что было, допустим, когда началось строительство экотехнопарка, когда были только первые визуализации, первые рисунки в компьютерной графике технологии Skyway. И то, что стало в бетоне, в железе, в различном стеклопластике и в серьезнейших, гениальнейших и сложнейших инженерных технических решениях, это действительно заслуживает внимания. И это основной аргумент на вопросы, а что же вы сделали, а есть ли у вас что-то в реальности. И самый главный вопрос, это уже цитирую Виктора Игоревича Бабурина, замдиректора по развитию ЗАО «Струнные технологии» и замгенерального директора. И, соответственно, самый главный вопрос был, а покажите что-то в движении, есть ли у вас реальная технология, чтобы привести на экотехнопарк и показать уже делегациям, что действительно начинает уже транспортные средства Skyway в первом обличии своем перемещаться по путевой структуре. Вот сейчас на этот вопрос мы можем сказать «Да, пожалуйста, приезжайте, смотрите». И уже множество делегаций посетило экотехнопарк, если не ошибаюсь, вот сегодня посещает польская делегация из наших активных лидеров и инвесторов, которые отправятся уже в другие страны общаться с лидерами, потому что они чувствуют, что после июня, когда будет происходить уже июля сертификация технологии Skyway, что-то может произойти и что-то подсказывает, что действительно может быть финансирование корневой технологии подойти и к завершению. Это тот момент, которого мы все ждем, но условия инвестирования уже в конкретные адресные проекты уже будет совершенно другим после закрытия основного финансирования нашего экотехнопарка. Но если говорить про экотехнопарк, когда он будет завершен и когда он будет до конца вообще сформирован, никогда, дорогие друзья, развитие и совершенствование технологии Skyway на базе экотехнопарка в городе Мариногорка Республики Беларусь и на базе будущих экотехнопарков в других странах не закончится никогда, потому что совершенству нет пределов. Ну и с такой мощной командой, которая получила премию HR в Республике Беларусь, достаточно престижная премия, можно действительно свернуть горы. Ну а я представляю человека, который является основным, одним из основных участников команды Юницкого уже более 16 лет от Сергея Анатольевич Сибиряков, бывший чиновник, бывший серьезный крупный бизнесмен, который и зарабатывал миллионы долларов сам, и знает не понаслышке, что такое миллиард долларов, общается с подобными людьми, подобный круг общения. Естественно, сейчас от этого круга общения рождаются и адресные проекты, но обо всем остальном Сергей Анатольевич расскажет уже с высоты таких прожитых действительно эффективных лет в проекте SkyWay сам. Сергей Анатольевич, вам слово. С приветствием. Друзья, так, Алексей, что у вас с чатом? Что-то я вам вижу слышно, было бы в чат. Напишите, что-то я вам ощущаю, что чат у нас сегодня как-то не работает. Это сам Алексей. Ну, понятно, что у вас сейчас там звонят. Ну ладно. Ну, Алексей, тоже понятно, что начинаешь представлять, ну когда я там бывший чиновник, я там согласен. Ну когда я приводил вот что с моим народом, то есть, ну, действительно, я после чиновников работал в крупном бизнесе, но сказать, что я зарабатывал на миллион, на миллион, это не совсем правильно. Поэтому на сегодняшний момент мы все очень крупные инвесторы, особенно кто первый пришел, ну, два-три года на миллион, венчурные инвестиционные. Так, громко очень, да? Так, Алексей, а что с чатом у нас? Как-то нормально это? Че-то, че-то лос. Час нормально, Алексей? Че-то надергается чат. Что самое? Все окей, чат. Чат выключен. Еще тише, да? Сейчас. Остаемся. В чате преддемонстрация стоит, да? Вот, ну, что, друзья, я могу сказать, у нас технические накладки периодически возникают, ничего в этом страшного нет. Вот, сразу давайте анонсируем, что у нас сегодня будет первый такой объединенный общеевропейский вебинар, который мы будем проводить для наших европейских уже партнеров. Они давно просят, чтобы мы для них стали делать, ну, скажем так, свой вебинар. Вот, но мы решили объединить. И сегодня будем пробовать на 4-5 языков. Вот, вчера и сегодня введем настройку. Вот, это как раз, друзья, как иллюстрация того, что проект давно перестал уже быть чисто российским, перестал быть даже русскоговорящим. У нас сегодня зарегистрировано уже по нашей внутренней статистике более 186 стран. Вот, официально в реестр внесено уже более 150 стран. Это те, кто уже получают сертификаты. Вот, поэтому вопрос, ну, сейчас именно информация и работа с нашими европейскими партнерами стоит. И у нас сегодня будет первый, друзья, такой опыт. Сразу не судите строго, потому что все-таки это очень непросто. Так, а что там? Челов пишет скрепную швизку, потому что микрофон теперь хорошо, но все равно как будет. Так, ну, трудно сейчас что-либо сказать. Вроде у меня все-все отключено. Так, вопрос задает, сколько по статистике. Значит, у нас сегодня уже приближается к 150 тысячам. Это акционеров, которые работают, которые работают, ну, инвестируют уже постоянно как инвесторы, как партнеры, а зарегистрированных в проекте уже перевалило за 800 тысяч. Вот, поэтому это вот то, что касается для новичков, кто сталкивается с проектом. Можно сказать, что проект далеко перешагнул границы одной страны, одного континента. Мы сегодня присутствуем на всех континентах. Я, как уже сказал, более 150 стран. Сегодня во многих странах уже прорабатываются адресные проекты. Активно сейчас уже идет начало и испытаний строительства в Марьиной горке. Это первый, собственно, адресный проект, свое производство, которое сейчас активно модернизируется. И к июню вы все это увидите, кто будет на экофесте в Марьиной горке. Соответственно, дата проведения у нас также определена. Это будет первый день июля, 1 июля, когда будет продемонстрировано как раз очень многие элементы уже технологии Skyway. Вот. И сейчас вот то, что мы делаем и работаем для наших партнеров в Европе, это уже начало вещания на разных языках. И сегодня мы будем пытаться провести вебинары с синхронным переводом. Ну, не совсем синхронным, а больше последовательным. Мы будем с Алексеем проводить, чтобы переводчики могли успевать переводить. Это будет итальянский, словакский, венгерский, русский. И сейчас решается, успеем, не успеем, чтобы подключились наши на английский. Вот. И я думаю, что в ближайшие неделю, 2-3 мы доведем синхронный перевод до 10-11 языков. То есть это та потребность, которая сегодня есть для того, чтобы эта информация, которую мы сейчас к вам уже с вами привыкли по средам. Для нас это уже там праздник, для нас это уже радость, для нас уже как бы такая совместная работа. Вот. Ну, а для наших европейских друзей, партнеров, инвесторов, это только-только начало. У них ведут сейчас вебинары на родных языках. То есть у нас много сейчас уже таких профессиональных спикеров от франшизы Solar. Много раз мы его упоминали. Говорит, очень профессиональный человек, который включился год назад в нашу работу. Делает сегодня по 20-25 презентаций в месяц. У него самая сегодня в структуре Skyway активно работающая структура. Вот. Он очень хорошо. Его Юницкий постоянно хвалят за те вебинары, которые он проводит. Но тем не менее, для синхронизации и оптимизации работы он просит, чтобы мы с Алексеем проводили именно расширенные технико-экономические вебинары, связанные с техническими особенностями, потому что мы в гуще событий и развития находимся в Skyway. И экономические с точки зрения анализа того, что происходит через призму Skyway. Тогда нашим европейским лидерам, конкретно восточноевропейским, им будет намного проще комментировать и развивать дальше, проводить эту соответственно информацию. Вот. Поэтому мы сегодня начнем. Вот. Соответственно, от наших наиболее активных друзей я постараюсь, я уже многих там знаю, мы сотрудничаем, чтобы подключились во все. У нас будет включено пять комнат одновременно, чтобы можно было участвовать в зависимости, какой язык понимаете, участвовать в вебинарах, ну и соответственно подсказывать нам сильные и слабые стороны, потому что вот эти вебинары, это все-таки обоюдный такой процесс. Вот мы с Алексеем сейчас год отрабатывали вводный технико-экономический вебинар для новичков. Цель была полностью, было понятно, что, как говорить. Второе, это отработать сильные именно стороны, как доводить определенную информацию, чтобы она хорошо воспринималась визуально, была очень подтверждена слайдами и в то же время убедительно, вот, чтобы это не вызывало отторжения с точки зрения сложности восприятия и не вызывало утопичности с точки зрения научной новизны. Вот мы сейчас все это отработали. Вот еще буквально, наверное, неделю-две мы с Алексеем такие вебинары сейчас уже отточим, а потом мы будем уже делать его в студийной записи, озвучивать на нескольких языках, и тогда для новичков будет идти уже не как вебинар, а будет идти как научно-популярный такой фильм, где примерно на 45 минут, где будут все выкладки про Skyway, но при этом будет в онлайне включен чат, когда можно будет смотреть и тут же задавать вопросы, а соответственно у нас там команда и мы с Алексеем, еще включенные ребята будут постоянно отвечать на эти вопросы, поэтому будет совмещенно онлайн и оффлайн такая, как бы элемент, то есть и будем отчасти в записи ввести. Поэтому эта работа тоже для того, чтобы оптимизировать и наиболее эффективно достигать результаты, для того, чтобы человек, который подключился, услышал о проекте Skyway, а сейчас процесс идет взрывообразно, то есть информацию люди получают все больше и больше, начинают уже средства массовой информации в разных странах активно сегодня нести информацию про это. Сейчас еще одно очень важное событие на этой неделе произошло в России, связанное с, это я потом на расширенном вебинаре скажу. Поэтому на сегодняшний момент для тех, кто только подключается, для новичков их у нас на вебинарах не так много. Сразу могу сказать, что на европейских вебинарах у нас примерно 50% на каждый вебинар приходит новичков, это тоже очень показательно. Поэтому сразу, еще раз говоря про вечерний, как мы его назвали, объединенный Евроскай вебинар. Мы все-таки будем и останавливаться на начальных вводных этапах, потому что все, и постоянно комментировать и углублять определенные там знания по тому или иному аспекту, потому что это тоже очень и очень важно. Тем более, что событий происходят каждую неделю очень много, вот, и соответственно, также это надо и комментировать, и пояснять, и объяснять, и соответственно, чтобы было полное комплексное представление о том проекте, который мы сегодня делаем. Поэтому для тех, кто только подсоединился, я рад вас приветствовать, что вы действительно попали в очень интересный, необычный проект, глобальный проект, масштабный проект. Наверное, по масштабам и по размерам и вообще по глубине затрагиваемых аспектов жизни такого проекта, наверное, еще не было. Он очень необычный с точки зрения того, что такая очень серьезная инновация, научная инновация сегодня ведется с помощью краудинвестинга, то есть нового направления финансирования, которое только благодаря работе интернета, большого количества участников позволяет сегодня, минуя такие институты, как венчурные фонды, как хиджи фонды, как крупные банки, которые инвестируют в такого рода проекты сегодня, выйти напрямую и вести развитие финансирования именно строительства первого опытного и демонстрационного участка для того, чтобы заказчикам со всего мира показать возможности технологий. И как Алексей уже сказал в своей части, 29 ноября мы сделали очень важный такой шаг, это переход к демонстрации, когда действительно уже продемонстрированы опытные образцы и на сегодняшний момент экотехнопарк Марина Горка начинает работать, соответственно, как демонстрационный участок, который показывает от декларации к демонстрации технологий. И сейчас уже к июню готовятся еще четыре ветки направления, от всех готовятся разные виды. На прошлой неделе мы присутствовали с нашей словакской делегацией на закладке еще трех видов подвижного состава в Шабанах, это на производственной площадке, которая сегодня модернизируется уже чисто, завод, который модернизируется уже чисто под нужды Skyway. И к июню мы тоже увидим там современнейшее опытное производство, которое будет в состоянии выполнять любой сложности задачи по изготовлению электромашин такого мирового класса. Вот, но это то, что, друзья, коротко вот как бы по такой вводной части, очень многие вещи мы дальше будем говорить, то есть на расширенном технико-экономическом. По планам стояло несколько другое, сейчас довести до вашего, то есть это именно экономические, с точки зрения ретроспективы научности подхода к Skyway, к струнным технологиям. Но думаю, что, друзья, у вас будет еще и время и будут возможности, кто подключитесь, вы еще не раз услышите, и что такое технологические уклады, и почему Skyway и струнные технологии являются ядром шестого технологического уклада, и почему сегодня инженерная школа Юницкого стоит в лидерах именно транспортного направления, которое показывает сегодня и перспективы решения всех проблем, которые дает современный транспорт, и в каком направлении это будет двигаться на ближайшие не то, что 3, 5, а 10, 50 и даже 100 лет. Соответственно, это научные разработки той научной концепции, которую инженер Юницкий разрабатывает уже не один десяток лет, сегодня пришло время к внедрению, и мы с Алексеем параллельно еще ведем тоже очень такое важное с точки зрения именно популяризации того, что мы делаем Skyway направление, это Международная ассоциация прикладной футурологии, когда мы показываем, как жизнь будет меняться через 3, 5, 10, 15, 20, 30 лет. То есть, соответственно, те устройства, которые сегодня уже разрабатываются и испытываются, как они войдут в нашу жизнь и как они изменят нашу жизнь. Соответственно, это уже, как мы назвали, это не совсем в чистом виде футурология, потому что футурология – это чисто описание будущего, а мы называем это прикладной футурологией, потому что мы описываем те устройства, которые уже сегодня созданы и создаются. Ну вот, друзья, давайте на этом с вами делать небольшой перерыв. Его мы обычно используем для того, чтобы показать наиболее актуальные и репортажи, и ролики. Традиционная фраза, друзья, для кого Skyway не интересен, мы с вами прощаемся и будем общаться уже только потом, как потребители, соответственно, услуг, которые будут давать Skyway и Transnet. Ну а для всех остальных, друзья, небольшая пауза, перерыв. И еще прошу очень четко понимать для тех, с кем мы сейчас расстаемся. Вы должны понимать для себя одну очень важную вещь, что за последние 15-20 лет жизнь изменилась настолько радикально, что даже невозможно описать, какая она была 20 лет назад и сегодня с приходом в нашу жизнь интернета и технологии, и пятого технологического уклада. Так вот, друзья, вы должны принять и понять еще одну вещь, что за ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. А мы как раз компания, мы инженерная школа, мы последователи именно концепта в развитии технологий, который определит и будет развивать эти 10-15 лет. Поэтому, если вы хотите подсоединиться к группе компаний, которая у себя на сегодняшний момент образно объединяет все, что можно назвать сегодня Apple, Dell, Facebook, Microsoft вместе взятые, то мы вас милости просим в наши ряды. Если нет, можете спокойно ждать, наблюдать и смотреть, как это все будет развиваться и как это все будет капитализироваться. Так, тут у меня задают вопрос. Все, друзья, на этом небольшой перерыв. Встретимся буквально через 3-8 минут. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем серию репортажей о ключевых сотрудников нашей организации, которые непосредственно влияют на качество и скорость воплощения идей автора SkyWay Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня нашим собеседником является Альберт Владимирович Голубенко, главный конструктор транспортных комплексов. Добрый день, Альберт Владимирович. Не могли бы вы прояснить и для меня, наверное, и в основном для наших партнеров, для наших зрителей, что же все-таки и сколько этих транспортных комплексов будет построено в экотехнопарке в Мариной Горке? Мы постоянно слышим то три, то четыре линии, грузовая, городская, пассажирская, легкая. Все вот это несколько сбивает, наверное, с толку людей. Могли бы вот расставить все точки над «и». Что мы строим? Я расставлю, как они функционально разбиты, да, то есть так, как они функционально исполняются. Ну, прежде всего, надо сказать, что экотехнопарк предназначен прежде всего для демонстрации технологии SkyWay. И не только транспортной составляющей, да, а составляющей, которая будет ее окружать. То есть это ландшафтные решения, да, там, экологические, экологические цели решения. Как транспорт наш будет взаимодействовать именно с внешней средой, с минимальными потерями именно для этой внешней среды. То есть это прежде всего демонстрация. Но как инженером, скажем так, инженерный корпус нашей компании, к экотехнопарку с другой стороны еще относятся как полигон для испытаний. Потому что технология абсолютно новая, да, по этой технологии нет ненормативных документов, да, и это все нам предстоит сделать на базе экотехнопарка. Поэтому экотехнопарк у нас состоит из трех, скажем так, линий будем называть, да, транспорт, вернее, состоит из трех транспортных комплексов. Первый транспортный комплекс, это у нас называется высокоскоростной, но он совмещен и с так называемой городской линией. Высокоскоростной транспорт у нас навесной, то есть он ездит на колесах, опорной, так называемой, и снизу под ним будет городской транспорт ездить в подвесном состоянии. То есть здесь как раз мы демонстрируем с одной стороны и высокоскоростную, и городскую трассу, и возможность их совмещения, да, как они будут работать в комплексе. Это нам интересно и в плане доводки комплексов, да, для испытаний, анализа, как себя ведет комплекс в эксплуатации. На этом участке мы должны будем проверить систему управления, как ведет себя транспорт, надежность узлов, сымитируем некоторые нештатные ситуации, чтобы понять, как отзывается система управления. Для городского транспорта в принципе то же самое. Второй комплекс, так называемый, он у нас легкий. Он представляет собой кольцо. Ну, транспорт у нас может на этом комплексе двигаться по кольцевой схеме. Одна ветка этого кольца называется полужесткая. Это которая низкая, да, Инна, там, говорю, низкая часть? Суть не низкая, а суть достаточно ровная, скажем так, ее. Не вопрос, она может быть на разной высоте. Так, как у нас это сейчас. Именно, что я бы ее определил больше всего, что она более прямая, ровная, да. И вторая часть этого кольца, это провисающая система. Это пролеты 200, 400, 200 метров, да. Они больше похожи, ну, я не знаю, на провисающие нити, наверное, если так вот. И там опора высотой порядка 14 метров. Да, где-то, да. Такая высота, но это мы демонстрируем, именно эта линия демонстрирует возможность перехода над сложными участками. Это как распадки какие-нибудь в горах или водные преграды. А также, наверное, универсальность подвижного состава Skyway, то есть на одной и той же, наверное, транспортной линии можно использовать разные типы транспорта. Можно использовать. Я сейчас скажу еще про третью линию. Вот эта вот была вторая, и у нас есть третья. Это так называемая линия для грузового транспорта. Там будет демонстрация, как, ну, я назову это дискретного транспорта, да, то есть это в виде машины с кузовом транспорт такой будет подвесной и то же самое. И в то же время на этой линии будет демонстрироваться тоже транспорт Skyway по непрерывной технологии, ну, типа транспортера, да, но это опять... Типа конвейерной ленты. Да, типа конвейерной ленты в таком духе. Вот. Так вот, в принципе, значит, все наши городские машины, даже, ну, все подвесные, в принципе, они могут двигаться по разным линиям, про которые я сейчас говорил. Понятно, что высокоскоростной — это отдельная линия, да. Она не может по своей скорости, по своим характеристикам не может применяться на других линиях, да, но все перечисленные линии, весь транспорт... И даже грузовая. И даже грузовая может двигаться по тем же тем, что и городские. Ну, подвесной транспорт. Также подвесной транспорт, он же, мы его сейчас называем городской, да, но он же также может быть вот как грузовой, также может и перевозить контейнеры, да, то есть для нашей технологии какая будет полезная нагрузка, то ли это в виде пассажиров, да, или в виде контейнеров, там, или штучных, или сыпучих грузов, то есть наши приводные системы позволяют адаптировать быстро транспорт. Еще одна, скажем так, позитивная сторона, или еще одно преимущество, которое я вижу при такой организации транспортировки людей и грузов, это, что дает эта унификация, это явно удешевление, как производства, так и проектирования, так и эксплуатации. Конечно, ну, это вообще мировой тренд, да, унификацию узлов. Конечно же, чем больше партия, тем дешевле получаются узлы, это вы можете видеть и по легковым автомобилям, что марки разные, но они базируются на каких-то типовых платформах, ну, в пределах... Так называемый бренд инжиниринг. Да, поэтому и у нас то же самое. Разумеется, я же сказал, что мы же стремимся к качеству-цена, поэтому, конечно, для оптимизации и уменьшения цены при сохранении качества, конечно, унификация, ну, один из элементов достижения этой цели. Спасибо большое. Очевидно, стоит добавить, что все эти три транспортных комплекса в Экотехнопарке строятся сейчас одновременно. Введены, конечно, в строй они... Ну, со сдвигом, потому что одновременно, ну, сложно. Такие трудоемкие поставленные задачи, мы должны их просто выполнить. Готовитесь ли вы как-то к осуществлению адресных проектов, о чем говорил в самом первом интервью этого года Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор нашей организации? Все подразделения, которыми управляет главный конструктор, то есть... Вы, то есть? Да. И Экотехнопарк – это, ну, частная задача, да, именно для, скажем, демонстрации заказчикам. Но основная функция у подразделений главного конструктора – это разработка типовых решений, как я сказал, разработка набора модулей, при помощи которых, решений, модульных решений, при помощи которых мы можем потом реализовывать различные по сложности адресные проекты, как по цене, так и по качеству, именно чтобы из модулей и соответствовать, адекватно соответствовать заказчику и его возможностям. Спасибо большое. Сегодняшнее интервью было очень информативным, очень конкретным, и я надеюсь, что многое из того, что мы сегодня услышали, по крайней мере для меня, было впервые. Я надеюсь, что и для наших зрителей точно так же поддерживаете наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей организации. Иными словами, если вы будете с нами, то помимо кинофильма «Люди в черном», вам будет еще что посмотреть, причем всегда. Строй Skyway, спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...